Здравствуйте, ребята, меня зовут Максим, я из Краснодара. Сейчас я трилов никаких объяснять не буду, по максимуму я постараюсь объяснить технику, кто ему знаком с приемом трак. Это когда мы делаем ущемления, затоки забираем спину. Если кто-то не знаком, то мы начнем сейчас с самых базовых движений. Изначально трак нужен для того, чтобы забрать спину, то есть он очень хорошо работает в ноги, и сейчас я вам его продемонстрирую. Есть у нас позиция, называется квадргард, то есть одна четвертая карта, то есть фулгард, квадргард, есть хатгард. То есть мы начнем для полного понимания начнем именно с позиции квадргард. Когда у нас зафиксирована только стопа, то есть на трак можно заходить в разных позициях, можно раскрывать черепаху этой позиции, работать уже со спины с этой позиции, но сейчас начнем с самого легкого движения, это с позиции квадргард. То есть сейчас мы не будем смотреть, как мы сюда попали, но я думаю многие из вас были в этих позициях. То есть первое, что я сделаю, я свою правую коленку поставлю в маты, а из главных моих задач сделать так, чтобы у него коленки не поворачивались в мою сторону. То есть если я нахожусь именно здесь, я должен грузить постоянно его бедро. Далее, есть несколько вариантов. Я могу зацеплять своим правым хуком, который находится под бедром, зацеплять его голень. Либо то, что мне делать проще, это поднимать свой правый хук и закрывать просто треугольник. То есть моя левая икроножная мышца пойдет под мою стопу и накроет его голень сверху. Вот здесь, если я буду находиться на его просто бедре. У меня треугольник закрыт, моя голень находится сверху его голени, мой вес находится на его ноге. То есть мой вес находится ни на его тазу, ни на корпусе, то есть я должен нагрузить его бедро. То есть я должен прям сидеть на его ноге. Следующее движение, то есть это все непонятно все. То есть треугольник закрыли, вес на нем, коленка в мат. То есть он мне не должен естественно нигде хватать. То есть если будет какой-то контроль, что я не смогу это сделать. То есть я должен находиться в свободном контроле. То есть он меня нигде не должен держать. То есть первое, что я сделаю, я к нему буду прижиматься, буду там фиксировать где-то и так далее. То есть моя задача сделать ковырок под свое правое плечо, как можно глубже, прям под его таз. То есть ковырок весь идет под его таз. То есть если вы будете ковырок делать где его спина, вы здесь будете застревать. Для этого делаем ковырок под правое плечо и прям под свои ноги, под его таз, и туда глубоко. Раз, я сделал коворотчик и просто продолжаю движение своими ногами. То есть сейчас я не буду делать никакие не ущемления, ничего, то есть я просто заберу спину. Чтобы понять это движение, просто дойдем до спины. Я продолжаю движение, веду его, как будто хочу забрать спину, движение ногами и сразу же тянусь к его сизбеллу. То есть правая рука под сверху плеча, левая рука под подмышку, прижимаю к себе и заправляю вторую ножку. Еще раз. Квадргард, подняли свой хук, закрыли треугольник, сидим на его бедре, движение вплоть в правое плечо, как можно больше движения ногами, продолжая движение. Тяну, тяну, тяну его таз, выпрямляя свою правую ногу, тянусь к сизбеллу, прижимаясь к нему, можете там сделать креветки, как следует все по базе. И заправляем левую ногу просто поверх и забираем спину. Еще раз показать? Коленка в маты, стопу подняли, закрыли треугольник, сели на его таз. То есть сидим на его, точнее бедре. Правая рука под таз, как можно глубже. Продолжаю движение, то есть можете ноги раскрывать, можете их оставлять. То есть здесь, как раз, уже работает твисток. Если я раскрою свои ноги, либо я пойду, давай, движение, он будет вставлять сюда свой хук, я раскрою ножку, прижмусь к нему и заберу спину. Давайте по команде приготовились, все дружно, по матам, либо по окошке. Позиция на трапе из квадро-гарда. То есть это одна из кипичных тренировок юно-краснодали. Скажи, как часто у вас будут такие же интересные мысли, как в этом канале? Как только так сразу, постараюсь сделать для этого все возможное. Вашей помощью, конечно же. Субтитры сделал DimaTorzok